Наркоадреса Достигла просто пика, это эпидемия, да, и реабилитационные центра молодеют, и, к сожалению, на данный момент уже дети в возрасте от 12 до 13 лет употребляют наркотики, и для этого просто надо взять мобильный телефон, зайти на сайт распространителя, заказать, и тебе доставят. Уже даже есть моменты, когда доставляют новой почтой, даже из дома уже выходить не надо. Именно поэтому 30 волонтеров собрались в сквере Королева, чтобы закрасить надписи в близлежащих дворах. Оградить как-то нашу молодежь и, возможно, своим примером показать то, что вот эти вот адреса, наркотическая реклама, к чему это может привести, и каким-то образом предотвратить и смотивировать молодежь. Кирилл точно знает, как это – жить под влиянием наркотиков. Это для меня не было спасения, это для меня было развлечение в свое время. А потом для меня это стало ужасной жизнью. С тех пор прошел год, и Кирилл уверен, что бросить наркотики – это было лучшее решение. По качеству этот госбезнаркотиков он лучше. Деятельность волонтеров направлена на реабилитацию алко- и наркозависимых людей, пропагандируют здоровый образ жизни и часто проводят подобные акции. По неофициальной статистике в Украине более 4 миллионов наркозависимых людей. И это угроза государственной безопасности страны. Поэтому если мы будем оставаться в стороне этой проблемы, то мы просто будем усугублять эту ситуацию. Мечтайте и поверьте, для исполнения ваших желаний не нужно никаких допингов. Мишель Армант, Алексей Филиппов, Седьмой канал.